Вот за время, обычно мы тут используем этот случай, что в песне было три автора и рассказываем немножко о Висборге. Но много рассказывать я не хочу. Хочу сказать, что на Висборовском фронте в последнее время случилось довольно серьезное изменение. Стал петь и очень хорошо варвара Висборг, внучка Юрия Иосича. И сейчас, например, у них совместные концерты с Сергеем Никитином случаются. И, в общем, она вообще замечательный ребенок. И мне это особенно приятно, потому что я и ее матушку, Татьяну Висборг, видел младенчиком. Вот когда я приходил к Висбору и Кадели, Танька, ныне ведущий радио России, и солидная женщина, бабушка, между прочим, уже, она тогда была младенчиком. Вы можете себе представить, какой жуткий отрезок времени накопился во мне. И если я начну рассказывать, то я не смогу, потому что я уже ничего не помню. И, ну, я сейчас прочитаю стихотворение, посвященное одному из этапов нашей вот этой совместной жизни, в которой Висборг то и дело женился и разводился, а я должен был, как бы, служил буретом-летописцем. И, как это говорит Висборг, уважал за все его женами. Ну, это не правда, это кревета. Значит, Аделья – это первая жена Галиборга. Понятно, да? Аделья – замечательный бар. Танька Висборг – это ее дочка. Еще была Женя Уралова, следующая жена, а следующая я не буду говорить. Женя Уралова играл с Висбором в фильме «Юнский дождь», после чего они стали жить вместе, после чего мы объявили Висбору бойкот, после чего прошел какое-то время бойкот прошел, после чего я пришел в гости к Жене Ураловой, после чего я написал вот эти стихотворения. Помню, в доме на Неглинной жили Висборг и Аделья. Дом был сумрачный, длинный, неуютный, как Аделья. Дверь к начальнику культуры все время на посту, а другая дверь к Аделье третья вовсе в пустоту. От того, что без начальства нам культурно жить нельзя, приходили очень часто, но не глинную, друзья. И я гостя парочка встречал, и к столу его вела, и гитарочка звучала над клееночкой стола. Пели чисто, жили просто, но какие-то шиши. Было жанр первородства, три аккорда, две души. На Неглинной Аделье, где игрушки на полу, пели, пели, песни пели. Дочь спала в своем углу, а теперь живем богато, Висборг вечно молодой. Не с Аделью, как когда-то, с молодой кинозвездой. До того, мила учтила, что на что уж я хитер, а взглянул на это диво, только мисину утер. Я присел на стуле чинно и услышал. Ну дела, ай да молодчина, снова дочку родила. Родила и взятки-гладки. Если так, то все во мне, все в порядке. Дочь у адки, три аккорда, ночь в окне. Нам, хозяюшка, до фени, что рассвет ползет к окну. Висборг бодрый без лени, лапарь дергает струну. В лоте морепиша воскреснет. Пой нам, Висборг, старый дед. Ведь от песенны болезни нам не выздороветь, нет.